Сегодня, 22 октября 2012 года, новости из путинского гестапо, так называемого Следственного комитета, буквально-таки взорвали информационное пространство. Стало понятно, что в России набирает обороты маховик политических репрессий. Политессы с оппозицией закончились. Габьё не стесняется более в средствах. Похитив в Киеве помощника депутата Госдумы Ильи Пономарёва Леонида Развожаева, спецуха тайно вывезла его в Москву, где учинило судилище без адвоката и допрос с пристрастием. Он вышел за кофе, и в этот момент его втолкнули, значит, проезжавшую машину, он там начал звать на помощь, но его втолкнули в машину, и эта машина, соответственно, уехала. С этого момента след его потерялся. Я не знал про его местонахождение, но он вышел на связь с представителями украинской организации, аналога Левого фронта на Украине, наших постоянных партнёров и товарищей. Это организация «Брадьба». Она сейчас участвует в выборах в Верховную Раду. И вот контактное лицо Сергей Киричук, у меня в ЖЖ, если кому-то нужно телефон, он может тоже давать соответствующие комментарии. Короче, с этого момента он пропал. Ну, представитель Верховного комиссара ООН вышла через час примерно на связь с Виолеттой Волковой, но мы даже не знали, что это действительный звонок, мне Виолетта про это сообщила, но мы, честно говоря, предположили, что это провокация, что таким образом пытаются правоохранительные органы, наоборот, понять не на Украине или находятся в развожае. То есть никто из нас этого в тот момент ещё не знал. Вечером уже с нами связались представители наших украинских товарищей. Они сказали, вот он был, мы его потеряли, не знаем, где он находится. Мы начали поиски. И уже днём, в воскресенье, начали поступать сообщения о том, что его вывезли на территорию Российской Федерации. Сначала была информация от одного из наших друзей о том, что он находится в Москве. Потом вечером поступила информация, что он находится не просто в Москве, а в Басманном суде. Вся эта информация официальным путём адвокатам не поступала. То есть адвокатов никто не уведомил. Меня как депутата никто не уведомил, хотя закон требует, что первый, кто должен быть поставлен в известности о факте задержания, это депутат нашим помощником. Всё это не производилось. Соответственно, вечером состоялось судебное заседание об избрании меры пресечения. Оно прошло в закрытом режиме, адвокатов не было. Вы знаете, что была утечка в Life News. Life News, соответственно, был единственный средств массовой информации, который вовремя подъехал к зданию Басманного суда, где были эти слушания. Они смогли заснять, уже как Леонида выводили, из здания суда. И он успел крикнуть о том, что его пытают, что это всё насильственно, и чтобы мы не верили, соответственно, ничему, что дальше будет происходить. В принципе, мы предполагали, что если он будет задержан, что это будет... Он сейчас угрожает убийство. Да, что ему угрожают, да. Мы, в принципе, предполагали, что если он будет задержан, это будет именно так. Поэтому это была моя ему рекомендация, чтобы он уехал из Москвы. Она была до того, как, собственно, были решения там об обысках и о том, что он находится в статусе подозреваемого. То есть я всё-таки считал, что это чисто воды пропаганда. И поскольку эта плёнка не может служить никаким доказательствам, что, в общем, пошумят, и на этом всё закончится. И поэтому я ему посоветовал, что Лёнь там не мозоль глаза, не провоцирую тем самым, да, просто у него там бизнес по всей стране. То есть езжай куда-нибудь в тихое место и пересиди там, пока всё это будет происходить. Собственно, после этого он и уехал, ну и никому даже, в общем, не сказал, куда, даже своей семье. Маниловские разговоры о невозможности повторения мрачного 37-го улетучились в одночасье. Слабое российское общество имеет дело с ублюдочным бандитом, перенявшим самые топорные методы НКВД или гестапо. Просто фабрикуется дело, невзирая на слова о приличиях. Это уже не просто репрессия, это террор. Так и надо зафиксировать. В октябре 2012 года в России начался террор. Мы возвращаемся в тоталитарные времена, когда людей можно без всяких оснований, только за их взгляды, только за их политическую активность, арестовывать, издеваться над ними, избивать. Леонид Развожаев, я уверен, подвергся жёстким пыткам. И только под влиянием пыток мог оговорить себя и других, если это правда. Я до конца в это не верю. Адвокатов Развожаев и Лебедев не допускают. Это абсолютное нарушение всех норм действующего законодательства, однако власти идут на это, в надежде, что мы промолчим и проглотим этот вызов. Поэтому я сегодня здесь, я рад, что сюда пришло много людей, и я призываю всех все эти дни ближайшие выходить, и к Следственному комитету, и к ФСБ, потому что здесь след ФСБ прослеживается 100%. Это вообще международная была спецоперация российских, украинских, возможно, белорусских спецслужб. Это сговор, сговор, международный сговор против людей, которые борются за свободу, за перемены, за демократию. Это чудовищно. И сегодня проверка для всего общества. Или мы сможем это остановить, или нет. И тогда нас ждёт тоталитарная зима, по крайней мере, на ближайшие 6 лет. Речь уже не идёт о каком-то диалоге. Скорее, или бандиты шлёпнут общество, или найдётся, наконец, современный князь Юсупов, который придушит в колыбели взбесившуюся крысу. Мы здесь каждый день проводим пикеты одиночные после вот этих событий, когда пошли аресты по делу 6 мая в Болотной площади. И мы каждый день видим, что количество политзаключённых, а мы считаем, что они арестованы по политическим мотивам, прибавляется. Вот новые фигуранты. Это и Константин Лебедев, и вот Сергей Удальцов, который, слава богу, пока на свободе, но уже не может передвигаться. У него подписка о невыезде. И вот то, что чудовищная информация о пытках, похищении. Вот это Леонид Развожаев. Поэтому этот плакат становится всё более актуален. Скрежет стоит по всей стране. Это скрежет закручиваемых в России гаек. И если гражданское общество будет продолжать молчать, если оно будет оставаться неактивным, то скоро эти симпатичные люди в погонах придут к каждому из вас. Саша Сотник, Дмитрий Мелёхин, Политвестник ТВ.